Друзья, давно не снимал видосы, а именно уже, наверное, год мурыжу вам, как говорится, ваши нервы. Наконец-то, наконец-то добрались, нашли время заснять про Lada Vesta Cross. Вы все знаете эту Lada Vesta. Поменяли на ней за 24 тысячи пробега. Сейчас по пальцам перечисляем, пока только еще пальцев хватает, конечно. Топливную рампу, поршня, ГБЦ, стабилизатор. Да, стабилизатор здесь теперь стоит новый. Так что это все, это такая небольшая часть, всего лишь на 24 тысячи пробега. Да, это нормально. Да, еще забыл в этот списочек пальчик добавить глушитель и поворотничек на зеркало. Да, ну там что-то тоже сломался. Итак, по факту, давайте. Значит, на 16 тысячах километрах, то есть до этого еще предшествовало большой жор масла, масло, масло жор. Но про это есть видео. Это видео набрало 500 тысяч просмотров. И я благодарен всем, что вы смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии, потому что я отвечаю абсолютно всем. То есть можете комментарии полистать, почитать. Итак, про двигатель. На 16 тысячах машинка приехала к дилеру, встала на ремонт двигателя. Весь ремонт проходил по предписанию завода. Заехала на ремонт к дилеру. Целый месяц делали двигатель. Я сейчас вам расскажу, что именно делать. То есть поменяли поршня. То есть там стояла группа. Я так полагаю, неправильная группа, из-за которой все там вот это жор масла происходило. Поставили другую группу поршней, новые кольца. Я вот не знаю, знающие, как вообще это делается. Почему не стали растачивать блок? Блок не растачивает. То есть воткнули другую группу поршней, колец. Новое ГБЦ поставили, кстати, новое ГБЦ. Там тоже вроде как бы, когда меняются вот эти все работы происходят, меняется еще и ГБЦ. Но это все по предписанию завода. Значит, поменяли еще ГБЦ. А почему поменяли ГБЦ? Клапан, представляете, да? Ну, знаю, знающий. На клапане облез. То есть клапан скородировал, облез. Короче, вот этим вот, то, что он там весь облез. Клапана оказались бракованными китайскими. Так как на этот автомобиль, типа наши советские, именно на этот двигатель не ставится. Соответственно, бракованный клапан, ну, ходит, да? Понимаете, ходит там. Короче говоря, маслосъемные колпачки все разодрал. И из-за того, что он там их все разодрал, масло стекало, соответственно, еще расход масла. Итак, значит, поменяли поршня. Они еще повторюсь, ГБЦ из-за вот этих вот супер-пупер китайских клапанов, которые облазают. Итак, а результатом всего этого стало после ремонта. Повторюсь еще после ремонта. И его делали месяц. Я думаю, там ответственно так отнеслись, месяц делали. Хотя, блин, сбегай в магазин все купи и можно сделать там за пару дней, да? Ждали завод. Завод ждали. Как у моря погоды. Итак, продолжим. После, значит, капитального такого ремонта, хозяин решил поменять масло после 3000 километров. Сливает масло, а в масле металлическая стружка. То есть, решили маленько поплотнее такие поршня поставить, чтобы прям стружка в масле была. Значит, слив масло, там стружка. Алло, дилеру позвонил. Говорит, у меня стружка в масле. Сказали, приезжайте, хорошо. Мы там сольем масло, попробуем обнаружить стружку. Если мы ее обнаружим, значит, будем там дальше что-то делать. После нашего телефонного разговора с дилером попросили привезти это масло. Вот это со стружкой. Вот хотя бы, ну, по факту надо было прям ехать к ним и там, наверное, масло поменять, чтобы это все правильно не было. Ну, это уже долгая история. По факту вообще каждый может менять сам масло в своем автомобиле. Каждый. Через 500 километров, значит, хозяин приехал к дилеру. Естественно, уже в свежем масле никто стружки это не нашел. Что это было? Недоработка какая-то при монтаже поршней, при ремонте непосредственно двигателя. Либо это все-таки плотненькие поршня натворили, там, может быть, как-то кольца задрало. Ну, в результате этого отправили. То есть, ничего не нашли в масле и отправили дальше кататься. То есть, на первых трех тысячах после капремонта двигателя на вот этом масле автомобиль вообще, то есть, расхода не был. То есть, каждый день ежедневно проверялся щуп, не было расхода масла. Потом, после трех тысяч километров, начался расход масла постепенно. По факту, на данный момент, на пробеге 24 тысячи километров, на каждую тысячу заливается 400 грамм масла. 400 миллилитров масла. 400 миллилитров масла. В процессе движения жизни, короче, в общем, все это после капремонта, на пробеге 21 тысяча, появился такой звук сечения, ну, из глушителя. На все знают, да, как сечет глушитель. Такой передящий звук. Пертящий звук. Это стало предпосылкой вновь обратиться к дилеру и сказать, у меня там сечет глушитель. На что ему ответили, надо проверить. Проверили. Сказали, еще покататься. То есть, они сразу после этого не поменяли глушитель. То есть, хозяин ждал полтора месяца глушитель. Там через дорогу можно прямо в магазин сходить, купить этот глушитель и поменять. Но, опять же, предписание завода. То есть, я так полагаю, надо зафотить, отправить фотоотчет, дождаться оттуда ответа. Ответа дождаться и на все про все полтора месяца. И пока полтора месяца человек ездил, у него там весь глушитель пропердел. Вообще ужас, короче, какой-то. Прогорел глушитель прям. Ладно, прошло полтора месяца. Но после этого новый глушитель начал звенеть. Теперь у нас звон. Ну, маленький, небольшой такой дискомфорт. Ну, он такой еле-еле, но он слышен. Непонятно, может что-то внутри уже отвалилось. Ладно, что мы так вот на такой ноте, 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 ноте закидали там бедный кросс. Отличный автомобиль. Да, кстати, поменяли стабилизатор, который новой модификации, где уже втулки стабилизатора прям на стабилизатор. Там спрессованный, наваренный, хороший стабилизатор. Все стуки и звуки там скрипящие, все исчезли. Стабилизатор вон. Двигатель нахрен выкинете, сделайте новый двигатель. Итак, концовочка. Подведу не то, чтобы итоги вообще. Смотрите, наблюдайте за каналом. Мы будем дальше наблюдать за этим автомобилем, за процессом его изменения в плане ремонта. Будем обязательно выкладывать видосы, чтобы были все в курсе. Чтобы у каждого были знания, понимаете. Вот лично мое мнение. Никого не агитирую. Это я лично снимаю, это по моему мнению. 1.8 это проблемы двигателя. Автомобиль в целом хорош. Я считаю там стабилизаторов, всех этих мелочей, да, по кузовщине. Накладочек пластиковых. Не спорю, у кого-то все идеально. Но это лотерея, понимаете. 1.8 двигатель не подходит. Не подходит, он неудачный. Надо конфигурацию изменить. Возможно, сейчас уже какие-то изменения сделали. Берите с двигателем 1.6. И все, и головников никаких не будет. Абсолютно. Немаловажный момент, именно что касается клиента. У хозяина есть еще седан с двигателем 1.6 и на роботе. И таких проблем, как вот с этим автомобилем непосредственно, ну, не повезло бы. На том седане нет. 1.6, нормальный двигатель, уже ходит, бегает еще и на роботе. То есть, достойный себя седан показал. Кросс здесь с этим двигателем с 1.8 чуть-чуть неудачный. И последнее пожелание. Если так возможно, если так случится, я хочу попросить АвтоВАЗ пригласить меня на завод, чтобы посмотреть, как именно собираются вот эти двигатели 1.8. То есть, если это возможно, если соблагололит АвтоВАЗ пригласить меня. Всем спасибо за внимание. Я желаю всем счастья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok